Александр Бубнов, вооруженный статистикой, устремляется в бой. Саша, посмотри, когда ты стоял на фланге, у тебя и двойка была, и тебя заменили, тебе говорили, не стой на фланге, смещайся в центр. Для его класса процент брака был 40. 40! Ну такие ошибки, это двойка, и я ему двойку поставил. Какой у вас вопрос, без папки, почему двойки ставят? Ну да. Я вот сейчас зашифровал этот Зенит ЦСКА, да? ЦСКА, представляешь, делает больше технико-тактических действий, чем Зенит. Вы делаете на 300 технико-тактических действий меньше, чем Динамо. Не надо мне только говорить, не надо мне только говорить, что сейчас такой прессинг, что сейчас это невозможно сделать. Какой прессинг был у киевского Динамо против Зенитов, такой прессинг, даже Бенфика не играл. Вы сами сидите, сами себя накручиваете. Знаете, мультик включили в голове? Так, журавский день не попросил. Так, так, так. Не надо, не надо, не надо дурака, не надо. Необычный эфир, пришли представители движения «Бубновцы». Футбольно-аналитическое движение «Бубновцы» образовалось в 2008 году. Риня никогда по мячу не бил, понимаете, он вот этих тонкостей не понимает. Просто перед ним. Ты футбол вообще когда-нибудь играл? А если ты, как говорится, кальян куришь, да по ночам, по барам ходишь, там, я не знаю, по казино, по дискотекам, да по девкам, да? Поэтому ты потом никакой будешь. Ну там, я знаю, в Ростове, там Ингельса есть, там девочки хорошие, там все условия есть для заслабления. Ты нас узнаешь как человек, который никогда по мячу не бил, блин. Именно, 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 именно. Всем двойки. Я повесился в раздевалке на месте Мары, когда они 5-0 проиграли. Это вот уровень Маурини, и он сидел черный. Если вот это сидит, то тогда я повар. А ты и есть повар. Голову на отсечение давать не надо. Не надо. Я тебя тогда мочить буду. Мочи, мочи. Мочи так же, как в горняке мочишь. Он делал ставки целый день. Владимир Ильич Ленин. Я написал, Красная площадь, дом 1. Приняли регистрацию. Вы вдумайтесь. И он делал ставки. А вы на основании этого обвините Ленина, что он организовал договорной матч. Извините, он в плюсе остался? Он да. Потому что я за него ставил. А ты где родился? Я в Людмитцах родился. А ты где родился? Я в Москве. Да какой ты в Москве родился? Сейчас Луцкий на коне. И он сам это говорит. На каком он коне? ЦСКАП глотанул 3-4 штуки. Просто вырусил, этот... Чего глотанул. Матч, матч. 500 тысяч долларов стоит договорной. Мы у вас ничего покупать не будем. Сдавали игры? Да. Да, сдавали, да. Официально говорю, у меня есть отмаза очень сильная. Вы что думаете, что вас не изучают? Вас же изучают. И пошло, поехало. Деревня начала писать. Но у меня есть одна козырная карта. Вы сдавали игры, имеете в виду? Сдавали вообще или сдавал я? Нет, не было. Вообще. Федя Черенков уже сказал, что это несчастный случай. Опа. Вот это было так. Игнашевича знаешь такого? ЦСКА играет, да. Да, Игнашевич-то начинал в Самаре. Да, он начинал в Самаре. Причем, говорит, отлонный полузащитник Дубовый был. Губачан как прибавил. Он же вообще деревянный был. Что бы было, если бы так по-быстрову прошелся кто-то из соперников. Кто-то из соперников. Бубнов здесь ни при чем. Походу игры его найти не мог. Наполеон. Тройка. Ты обрати внимание, какую роль он там играл. Он играл там. Он играл роль сыра. Потому что там были лидеры. Пускай не обижаются. Бесков бы им двойки всем поставил. И 6 двоек команда получила у Бескова. 6. После полсостава двойки он поставил. А мы там выиграли. Представляешь. Дмитрий Сычев. Радость нашего футбола. Ну, Сычев в своем стиле. 19 технико-тактических действий. Ничего опасного. 42% брака. Двойка. Хватит ли времени для того, чтобы забить? И даже если хватит, все равно нужно делать правильные выводы. С такой игрой на чемпионате мира делать нечего. Мы тоже не готовы выступать на чемпионате мира, потому что с такой игрой делать нечего. Если их дубиной, как говорится, не мочить и не критиковать, они вообще играть не будут. Вы на стороне Измайлова оба. Да не на стороне. Мы на стороне закона. Ты не только, говорит, в сборную Лобановского не попал. Ты, говорит, в мой Спартак, говорит, не попал. Ха-ха, 60-е годы. Сказки не рассказывайте нам. Какие сказки? Когда он приходит в сборную, да, тем более имя, что-то же, Асина, А, Ва, и все от него ждуны, да. Какое чемпионат, мы импотенты полные. Они у голландцев выиграли. Вы думали, что, они победишь или радовались? Нет. Они радовались, что Ловчих все видом их критиковали и матом их покрывали. Что Лусенко, сказав этого, его сто процентов в 2018 году не будет. Отвечать некому будет. У нас сейчас такой удивительный чемпионат в этом сезоне. У нас чемпионат урод. Реформа Фулсенко в действии. Все команды высшей лиги, как они договариваются между собой, где вот эти вот разоблачения громкие? Здесь же сидели. Я говорил вам, да вы что, не может быть. Федерация тратит на подготовку сборных, да? То есть, тихо ты не говоришь, чтобы слышать, не любил. Ты начинаешь. Нет, нет, это тихо надо говорить. Поставил на Терек в матче Санжи и сказал, что комментарии после игры, потому что у меня есть информация о том, что это будет договорной матч. Вот. И все, я даже счет угадал, и все сошлось. Ребят, я вам 10% рассказываю того, что знаю. Если я вам хотя бы 50% расскажу, вы этот футбол смотреть вообще не будете. Он информатор, он мне дает, сколько цена матча стоит. Ты меня что, на словах здесь слышишь? Я вам официально сейчас говорю, я 100% уверен, что вы знаете, кто играет договорные игры. И здесь, как говорится, дурака, включайте, ну включайте. Я не играю так и человек. Когда мы найдем, когда мы найдем и расследуем, да, тогда мы с вами по-другому будем разговаривать. Матчи Тура анализирует Александр Бубнов, слабонервных просим удалиться. У Спартака 8 человек сзади, понимаешь, стоят, как бараны. Сейчас столько людей готовы тебя разорвать. Да спускай разрывают. Разрывают, у меня техника тактические действия. Второй гол забивают Спартаку. Такая же, такая же хрень, понимаешь. Стадо оказалось без пастуха. Бараны, когда их пастух не гоняет так, как нужно, они непонятно куда разбредаются, могут уйти вообще неизвестно куда. Не-не-не-не, не-не-не. Серафимыч, я тебя слушал, специально слушал, чтобы ты высказался. Если вас тренер не может правильно расставить, то расставляйтесь сами тогда, соображайте. Тарханов, скажи мне, ястреб, а не голуби? У нас свои бараны есть, которые пасутся в лужниках. Вот когда ЦСКА со Спартаком играла, да? В данном случае это спартаковские бараны были, да? Вот здесь получились бараны из Реал-Мадрида. Ильеста 2, Месси 3, Коэнтлау 2, Димария Коу, Рональда 3. Договорной матч с Териком. После этого вот такой крес, он вообще не должен работать в российском футболе. Курский провалился, его надо выгнать? Вы ничего, мы констатируем факт. Насколько для вас авторитетно мнение Александра Бубнова? Абсолютно не авторитетно. Уместна одна фраза из фильма. Мне кажется иногда, что когда вы говорите, вы бредите. Выпустил бы двух лосей, и пускай они топчут. Это Катар, они их должны одни затоптать. Как тебе сейчас адвокат говорит? А этот он, седой, мозги мне путают. Ясно. Я просматривал раз 8. Я просматриваю, как же тут все матчи. От начала до конца, у меня потом голова пукла. Люди, он третий годов был. Вообще, караул, пригласили, приходи, помогай. Тут сидит и рассказывает, что он со мной по-другому будет разговаривать. Не знаю, воспитайте своих членов экспертного спектра. Да, мне не надо воспитывать. Я помню, как ты мне намекнул, чтобы мы тебе платили. Иди отдыхай. Я с вами на вы разговариваю. Я с тобой тоже на вы разговариваю. Встал, ушел. Вот так ты и помогаешь. Поэтому ты и пришел сюда. Мы должны бороться, а не ты. Тебе помогает твой бизнес развивать. Аджи официально, можешь себе представить? Официально в прессе на уровне генеральных директоров, через пресс объявили меня душевно больным. Да хватит этого Бубнова, идиота, слушать. Сейчас зайди на форум, да? Там, ну, отмороженные, как говорится, дебила не поливают там друг друга. Я не дебил. Это ты не продвинутый, ты не смотришь в интернет. Сейчас вот здесь ублюдки, какие-то щенки, да? Саш, давай. Да. Мы сейчас занялись клеветой. Читать книгу, да? Видеть Луи и Луиша, да. Ты меня, конечно, извини. Извини, потому что это в прямом эфире, да? Сейчас хотите какую-то гадость? Нет. Вот эти все трусливые проститутки под разными никами, которые оскорбляли там. Ой, Александр Виктор. Это, вопросы дурацкие какие-то задавать. Да мне плевать на этих врагов. Извините за выражение, Лиза Блюдц вам занимается? Это кошмар какой-то вообще. Широков говорит, говорит, у нас, говорит, принципы игры, говорит, быстрей вперед, быстрей вперед. Из-за этого, говорит, я так, я когда ему двойки ставлю, он меня обижается. Широков, двойка, вот он обижается. Полез в Лигу чемпионов, чемпионы России, там, хочешь в зарубежные клубы ехать, тебя тянет туда. Вот с такими показателями там будешь сидеть. Когда он обижается, я ему говорю, посмотри Харри. Харри играет в твою позицию, он больше тебя в два раза делает. Технико-тактический 10 и в 10 раз дает больше передач вперед. Но играет на 6% брака, а ты играешь на 40%. Вот поэтому ты и двойку получаешь. Я для тебя вообще не играю. Мамаев, Мамаев с Щенниковым, я такого вообще не хочу. Два хлопца, взявшись за руки, бегут к дальней штанге своей, да, взявшись за руки, писаешь, то ли они его не видят, то ли они настолько уже запарились. На легком дамском трусит, побежали в буфет непонятно куда. Локомотив, это команда и патент. Вас Кубань погонит так, что вы не будете знать, куда бежать. Ну шо, Игнашка, твои готовы? Стоп, останови, останови. Где с ним игрок? Он же бежал, блин. И что делает вон там игрок, блин? А почему вот этот игрок один? В это время Динамо там уже встала, вырвала окопы там, все заминировала здесь и стоят, ждут спокойно. Вот во втором тайме. Я смеялся, чуть со стула не упал. Да ладно. Писка может в это время встать на своей половине поля, да, и им аплодировать. Давайте, ребята, весь тайм так катайте, а мы будем стоять, тем более мы 1-0 выигрываем. Если сейчас ловчего поставить владельцам Спартака, президентам Спартака, он сделает и конкретно сделает. Как говорит Божевич, один маленький и черный, другой большой и черный. Как можно было перепутать вообще? Ты мне и за бутылкой объяснял, и на трезвую объяснял, я все равно не понял. Пусть Александр скажет. Да то, что он физически не мог уйти от столкновения. Вы нормально, адекватные люди. Если вякнешь, то я тебе отвечу. Красно-белое, подождите. Если вы во второй восьмилке окажетесь, за что вы будете играть? За девятое. Никто ходить не будет на футбол. Тихо, тихо, тихо. Саш, не надо, Сань, нельзя идти туда, Сань. Представляешь, он побежал отсюда, а надо было снять. Вы в эфире, Александр Ильич, я бы попросил. Время, да. Я бы попросил. Вы напугали мне режиссера, спокойнее чуть-чуть. Сейчас он все сделает. Ты не дегася, тебя не померкаешься. Он не хочет, чтобы его замочили, поэтому он этого опасается. Поэтому ты себя веди нормально. Да, да, Александр Ильич. А чем он не понял, ничего, и ты не понял, а что ты не не понял, что человеку говорить? Подожди. Не лезь в дискуссию. Я с тобой делаю. Да подожди, Сергей, здесь, нет, не подожду. И что ты своим языком трепишь здесь? Дай сказать, дай сказать, я задал вопрос, я тебе хочу ответить. Я хочу задать вопрос. Твои столовые сейчас конкретный наезд. Кто такой Абрамов? Ну скажи мне, кто такой Абрамов? Да вообще это не футбольный человек, его гнать из футбола надо. Вот и все. Пускай он проветрится на улице. Выйдите на 10 минут проветр. В 8-го в раздевалку. И разденься уже, мы к тебе 10 человек подберем. Привет, Анопка. Сними валенок. Двое на флангах стоят, в носу ковыряются. Пьяная Герта вышла, их обыграла. Есть же два центральных защитника, они их контролируют, они же никого не делают, там никого нету, там пустота, понимаешь? Потрясающая дискуссия у нас завязалась тут в студии. Спартак там яйца сзади катает, перекатывает. Чуть-чуть, я тебя заходи, дышай. Эта нога пошла и стала опорной. Что ты бьешь? Там стоит сзади, он ему назад. И вот они начинают здесь, делают, я сижу, мне противно считать там. 200 с лишним передач. Да зад и поперед 200 с лишним передач, что есть? Они не атакуют. Да они мог в носу поковыряться, у него столько времени было. Здесь можно давать опасную игру самому Першевлюку. Першевлюк уже, как говорится, голову ссувал тогда, когда он уже в полете, уже играл в этот мяч. А Федун уже давно говорил, что он готов этот спартак, геморрой этот продать. Постише, говори чуть-чуть. Ты уже всех... Ну ладно, тише. Давай, дочи, пожалуйста. Дороги, подожди. Какая-то зараза. Это как инфекция все равно, и поэтому ее как можно быстрее там или прививки делать, или от нее избавляться. Иначе вы пойдете не туда, зайдете в такие дебры, как он Иван Сусанин завел, и те потом французы не вышли. Понимаешь, оттуда. Вот так и вышел. Посмотрите, как надо в футбол играть, чтобы приехать на Уэмбле против Манчестера, которые в порядке, и еще из них клоунов сделали. А они же из них клоунов просто. Я расшифровал технико-тактические действия, они на Марсе. На Марсе чудаки находят. Хорошо. Вербул 2, Алдонин 2, Тошич 2. Оценка за игру 2. Будем стараться прогрессировать, чтобы получать более высокие баллы, если это возможно вообще. Вот я естественно или нет? Вот я качаюсь. Да ничего ты не качаешься. Лобановский же раскачивался, да? И они все так стали раскачиваться. Кто-то скамейки, я там не рассказал. И в один прекрасный день так раскачали, что вся скамейка упала. Сычев. 36 техника-тактическая. Сычев вообще пропадал. Ничего. Ничего не получается за полный ноль. У Хидинга в контракте было записано. Он контракты не читает. У него в контракте было... Ты читал его контракт? Да, да. Записано в контракте. Что ты бляшишь, а? Меня удивляет Хидин, конечно. Он на старости лет, что ли? Ёлки-палки. Е-е-е-е! Вратарь уже настолько напугался, что он упал в ворота. Как так можно было пробить? Не-не-не-не-не-не-не-не понимаю. Таких погребников премьер-лиги, если ты премьер-лигу хорошо смотришь, да? Как грязи. Комбаров, слепой котенок. Единственный двоечник, Кокорин, получил двойку. Я боюсь после эфира выходить на улицу. А вдруг там летний снегопад? Александр Бубнов не поставил ни одной двойки. Впервые в карьере. Аняков, пятерка. Ломбард, пятерка. Алвиш, пятерка. Вообще супер! Пятерку поставил. Это редкий случай. Я не вижу свои глаза. Вернее, не верю в свои глаза. Смотри, что делает Юсупов. Он играет 77 минут, делает 122 техника, тактические действия, 11,4. Вообще супер! Супер! Футбольным языком, если говорить, это хорошая футбольная собака, которая может перекусить любого форума. По поводу сыграл хорошо или нехорошо, нужно расшифровать технико-тактические действия. 97 технико-тактические действия. Вопросы есть? Вот. И черный, ладно. Сережа замолчал, я больше глупых вопросов не задавал. Пускай у деда учит историю. Братья Хусенко, как во власть, знаете, по-моему, один сейчас мочит образование уродов из наших детей делать, а другой убивает футбол. А как попали там? Случайно? Нет, 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 нет. Ты знаешь, Дима Тарасей? Выучил, да. Убираешься.